Но перед тем, как мы начнем, я хочу напомнить, что спонсором этого канала является Кворк. Kwork.ru это любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса, начиная от 500 рублей. Ссылку я оставлю в описании. Итак, речь сегодня пойдет про телевизор. Современные модели уже давно позволяют нам не только смотреть разные ТВ-программы, а скорее наоборот. На подобных телевизорах чаще просто смотрят Ютубчик, разные фильмы, сериалы. Ну или можно включить какую-нибудь фоновую музыку, вот типа так. Можно запустить просто какой-то стрим музыкальный, либо включить какой-то клип, у нас будет крутая картинка. Но вот в звуке хотелось бы что-то изменить, хотелось бы, чтобы он стал чуточку лучше. Потому что большинство встроенных динамиков ТВ попросту, ну, не дают клевого звучания. И тут возникает вопрос, а как его можно улучшить? Саундбары. Да, к современным телевизорам вполне себе уместно покупать саундбары. Это сейчас модно, стильно, молодежно. Тем более, что некоторые саундбары по звучанию даже круче, чем там всякие разные дорогие системы. Вы вообще видели, вон есть саундбары 9-канальные. Ну то есть 9 каналов звучания. У меня уже как-то был обзор на один из таких саундбаров. Это вот такая огромная коробка. Смотрите. Саундбар от Samsung за 100 тысяч рублей. Это охренеть какой крутой саундбар. Единственный минус, ну, помимо того, что он стоит 100 тысяч рублей, это то, что под него нужно очень много розеток. Ну вот, оцените, как бы, здесь есть отдельно сабвуфер, два дополнительных динамика, саундбар. Во все это нужно розетки и, соответственно, место, куда это все можно разместить. А далеко не везде это можно сделать. Вот. Ну неужели нет какого-то более компактного решения? Ну и желательно, чтобы оно еще было подешевле. И суть в том, что есть. На самом деле есть. По качеству звучания не хуже. Возможно, будет даже лучше, чем у Samsung. И самое интересное, то, что этот саундбар находится в этой комнате. Прямо у вас в кадре частично его видно. И я на нем сижу. То, что изначально выглядело как стул, это не что иное, как упаковка саундбара от JBL. Просто посмотрите, насколько отличаются коробки. Хотя здесь 9-канальный саундбар. И здесь тоже 9-канальный саундбар. Тут есть сабвуфер. И тут тоже есть сабвуфер. Но при этом коробка в 2 раза меньше. Она более компактная. Ну и стоит эта штуковина тоже дешевле. Вот. Зацените такой 3D Surround Sound. Саундбар от JBL с 9-канальным звучанием. Итак. Наш 9-канальный саундбар. На секундочку, это не основная его фишка. Потому что, как я уже говорил, да. У Samsung тоже есть 9-канальный саундбар. Но этот-то беспроводной. На коробке вот зацените, какая есть надпись. True Wireless Surround. Это что получается? JBL фактически взяли свою блютуз-колонку и превратили ее в саундбар. Но тогда бы, наверное, получилось что-то наподобие вот такой блютуз-колонки. К слову говоря, ее тоже можно было бы подключить к телевизору. Но выглядело бы это довольно странно. Но, тем не менее, схема рабочая. Ну, давайте вернемся к саундбару. И для начала его надо распаковать. Я вот вам сейчас серьезно говорю, народ. Это, пожалуй, одна из самых необычных коробок, которая когда-то у меня была. Я не совсем понимаю, как она правильно открывается. При том, что у меня уже был обзор на похожий саундбар. Он был точно в такой же коробке. Ну, вот я уже забыл, как это делается. А, нашел. Смотрите, вот так. И вот здесь еще одно. Вот. Все. Открыл. В комплекте здесь есть кабель питания и еще один кабель питания. И, в общем-то говоря, это все. В отличие от того же Samsung, у которого отдельный кабель питания для саундбара, для сабвуфера и еще для двух динамиков. Как я уже говорил, для его работы нужно 4 розетки, а здесь всего 2. Плюс, также в комплекте есть различные элементы для того, чтобы саундбар можно было прикрепить к стене. Всякие разные саморезы, дюбели, уголки. А также в комплекте есть HDMI кабель. И, в принципе, без этого кабеля, конечно, можно было бы обойтись, так как саундбару можно подключиться через Bluetooth, но для поддержки всех функций объемного звучания нужно именно проводное подключение. В крайнем случае, можно будет подключить через него какой-нибудь монитор. Тут у нас еще есть какая-то маленькая коробчонка. Ага. Это пульт управления, инструкция и батарейки. Кстати говоря, при подключении саундбара через HDMI, вот этот пульт, он в принципе даже не нужен будет, потому что при проводном подключении саундбара громкостью можно будет управлять прямо с пульта телевизора. При подключении через Bluetooth придется использовать пульт. Фактически он, конечно, нужен для изменения громкости, ну и включения режимов там типа усиленных низов и так далее. Но я вам честно скажу, по опыту пульт это абсолютно бесполезная штука. Типа ты один раз саундбар настроил и все, дальше там только громко сделать громче, тише и все. Это какие-то пластиковые накладки и пока что, честно говоря, сложно сказать, что это такое. Но я уверен, что чуть позже мы разберемся. А теперь достаю самую главную фишку этого саундбара. Собственно говоря, беспроводные динамики. И по сравнению с предыдущей версией они стали выглядеть намного круче. Звук из такого динамика распространяется по нескольким направлениям. За счет этого и получается объемное звучание, плюс его можно положить просто куда угодно, так как он беспроводной и для него не нужна дополнительная розетка. Конкретно этот динамик у нас левый и есть, естественно, правый. У обоих динамиков есть специальная кнопка включения, а также коннекторы для их подзарядки. То бишь, да, у них внутри есть встроенный аккумулятор и по сравнению с предыдущей версией я, по крайней мере, не вижу здесь разъема для подзарядки через провод. А, хотя нет. Вот он, смотрите, сбоку разъем microUSB. И нужно это для того, чтобы во время просмотра фильм, например, если у нас встроенный аккумулятор разорядился, чтобы не подключать их обратно к саундбару и не убирать объемное звучание, то можно либо пауэрбанк подсоединить, да, либо там компьютер подключить, ну, куда угодно, главное, чтобы кабель microUSB был. И, кстати говоря, в комплекте-то этого кабеля нет. А могли бы и положить все-таки саундбар за 70 тысяч рублей. Чтобы вы понимали, у нас тут как раз остался только вот сабвуфер и сам по себе саундбар, который выглядит вот так. И я вам так скажу, дизайн по сравнению с прошлой версией прям очень сильно изменился и, пожалуй, в лучшую сторону. Звук из этого саундбара также выходит сверху. Вот у нас динамик левый-правый и спереди. О, господи, тут есть даже разъем для проводного подключения к интернету. То есть теперь к интернету можно будет подключить даже ваш саундбар. Помимо этого есть разъем USB, оптический вход и два HDMI, один из которых нужен для проводного подключения к телевизору для передачи, собственно, звука. Так, ну и самое последнее, это сабвуфер, самая большая и самая тяжелая часть саундбара. Ух, зацените, друзья, какой красавец, да? Я такие штуки, как правило, называю «Привет соседям». А сзади, посмотрите, ух, прямо черная дыра. Мощная штуковина, друзья. По характеристикам, вот тут появляются сейчас цифры. Честно говоря, не уверен, что в них есть необходимость, потому что использовать такой саундбар на полную громкость в жилой квартире, на свой страх и риск, на самом деле. Вот я свой предыдущий саундбар использовал, ну, от силы процентов на 30. Не потому что там я боюсь, что соседям буду мешать или что-то еще, а просто, ну, реально очень громко. И, кстати, я разобрался, для чего нужны были вот эти пластиковые накладки. Они вот так закрывают наши динамики. Все, у нас остается доступ к кнопке включения и также остается доступ к microUSB. То же самое и касательно саундбара. Чтобы у нас коннекторы зарядные не пылились, вот так крышечка на магните, хоп, закрыли, все. Так, окей, давайте все это подключим к моему телевизору и послушаем, как оно звучит. Ну и, собственно говоря, вот так выглядит комплектация саундбара с 9-канальным звучанием. И, в отличие от того же Samsung, она занимает, ну, в полтора раза меньше места это минимум. Как раз-таки за счет того, что у нас нет еще двух дополнительных динамиков, которые нужно куда-то размещать. Окей, теперь давайте послушаем. Но для начала надо его законнектить с телеком. Спереди у саундбара есть специально интерактивное меню, которое появляется, когда мы, допустим, хотим изменить громкость. Вот, смотрите, я ее настраиваю и вот тут у нас загорается табло. Также я могу выбрать способ подключения. И мы сейчас будем пробовать подключиться к телевизору через Bluetooth. И, собственно говоря, все. Никаких паролей нам не нужно было делать, никакие галочки, нигде ничего ставить. У нас сразу из него начинает играть музыка. И, к слову говоря, я могу управлять громкостью саундбара с помощью пульта от телевизора. И это круто, потому что в предыдущей версии я такого сделать не мог. То есть для того, чтобы поменять громкость через Bluetooth подключение, нужно было использовать специальный пульт. А сейчас, как я уже говорил, он нам, получается, вообще не нужен. А, хотя, стоп. Для того, чтобы настроить сабвуфер, нам все-таки нужен пульт. Так, куда я тут его делал? Собственно говоря, на пульте для этого есть специальная клавиша бас, с помощью которого мы можем настраивать различные уровни звучания. И у нас их тут всего получается 5. Уровень 1, уровень 2, уровень 3, 4. И вот пятый максимальный. До столя начинает все дребезжать. Ну, самое главное, закончить обзор до 11. А то, я думаю, соседи не очень обрадуются моему новому приобретению. Как я уже говорил, одним из самых главных минусов подключения через Bluetooth, это отсутствие возможности настраивать объемное звучание. Ну, то есть, у нас даже нет никаких вариантов. Поэтому давайте подключим этот саундбар через HDMI и посмотрим, что у нас изменится. Единственная проблема, HDMI довольно короткий, поэтому саундбар придется немножко переместить. Собственно говоря, вот о чем я и говорил. Когда мы подключаемся через проводное подключение по HDMI, у нас появляются дополнительные параметры и мы можем выбрать вот такой вариант с подачей звукового сигнала без какой-либо обработки. Честно говоря, я точно не знаю, чем этот вариант отличается от режима PCM. Но я уверен, что в комментариях есть знатоки, которые смогут ответить на этот вопрос. К сожалению, единственное, что в инструкции сказано про Dolby Atmos, это то, что у него есть три режима работы и все. И я действительно могу переключать режимы Dolby Atmos с низкого на средний или высокий уровень. В итоге при подключении к другому телевизору у меня было больше возможностей вывода цифрового звучания, но я не думаю, что они чем-то принципиально отличаются. Все-таки здесь самое главное, это получить объемный звук. И для этого нужно просто отсоединить боковые динамики от саундбара и расположить, как я уже говорил, где угодно. Мы можем так сделать, потому что они автоматически каждый раз калибруются благодаря встроенному микрофону. Самая простая схема – это расположить динамики чуть-чуть позади себя, на спинке дивана или, например, на подлокотнике. И теперь основная фишка заключается в том, что у нас звук распространяется по разным направлениям, в том числе и вверх, отражается от потолка, и таким образом у нас получается объемное звучание. Что касательно качества звучания, я даже не знаю, нужны ли тут комментарии. Come on, это JBL. Ребята явно знают толк в музыке, в отличие от того же Samsung. Ну, все-таки компания занимается больше телевизорами и смартфонами, а не саундбаром. Там, конечно, hi-fi звучание, вот это вот все, но уж больно дорого. А вот это вариант за относительно небольшие деньги. Еще есть очень крутой технологии. Да, еще раз послушайте. Колоночка, она действительно работает, ей можно менять даже уровень громкости. И что самое крутое, тебе не нужно заморачиваться с проводами, как в том же домашнем кинотеатре, да, то есть прокидывать их как-то по потолку, там, под плинтусом, и вот колонки постоянно один раз у тебя стоят. Ты можешь фактически под разные фильмы делать разную акустическую систему. Просто берешь вот две колонки, да, со встроенными аккумуляторами и ставишь их вообще каждый раз как угодно. Вот это самое крутое. И за относительно небольшие деньги. То есть Samsung, вот он стоит дороже, а там вот такой технологии нет. А тут JBL постарались. Вот за это респект, это круто. В общем, вот такой он получился выпуск, друзья. Если вы не знали, что такая технология существует, то вот теперь вы знаете. Фактически блютуз-колонки соединили с саундбаром и получилось вот это. Ну, а я же вас сейчас приглашаю в комментарии, друзья, на обсуждение. Как вы думаете, нужны ли вообще такие заморочки в саундбарах? Или в телевизоре достаточно и встроенных динамиков? А если вдруг мы хотим, например, посмотреть атмосферно как-то, да, фильм, то лучше пойти в кинотеатр, где все для этого есть. Вот давайте на эту тему общаемся в комментариях. Ну, а что касательно обзора, мне добавить больше нечего. Я уверен, что многие из вас знают про саундбары намного больше меня, но это не важно. Я просто как потребитель доволен. Мне нравится звук, мне нравится технология, внешний вид, кстати, тоже далеко не самое последнее дело. Ну, а на этом обзор подходит к концу, друзья. Не забывайте подписываться на канал, а также ставьте ваши лайки, если вам все понравилось. Ну, и нажимайте на гребанный колокольчик, чтобы он прям звенел, не переставая, каждый раз, когда выходят новые обзоры. Увидимся!